Путепровод на физкультурный дождался оттепели и теперь дорожные рабочие его в срочном порядке реанимируют к нормальной автомобильной жизни. Бригада из шести человек и четырех единиц техники с мастерством волшебника заделывают выбоины и ямы. Технология аварийно-ямочного ремонта проста и отработана годами. Главное соблюдать температурный режим. Литой асфальт укладывается при температуре 240-260 градусов. То есть качество дорожного покрытия не зависит и марка асфальта тоже не зависит. Он постоянно находится под нагревом. Думается, почему? Потому что разница температур большая на улице и в кокере. У нас остается автомобиль со знаками. Дожидаемся, пока он пристынет, потом уже передвигаемся. Список дорог, которые нужно отремонтировать в срочном порядке, сформирован по поручению главы города Елены Лапушкиной по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети и анализа обращения граждан. Информации по объектам, которые вызывают нарекания самарцев, поступают в администрацию города, в том числе и из Центра управления регионом. Все зафиксированные сообщения включены в план ремонта. Также учитываются предписания ГИБДД и прокуратуры. Кроме того, специалисты МБУ Дорожное хозяйство, осмотрев дороги, оперативно корректируют этот список. В ночную смену работает порядка четырех бригад непосредственно на таких объектах, как путепровод по улице Физкультурная, улица Промышленности, мост по улице Главный, мост по улице Казачий и Ракитовское шоссе. По всему городу в ночную смену работают четыре бригады. Их общее количество – это примерно 20 человек и порядка 15 единиц техники. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, муниципальные контракты на содержание уличной дорожной сети, в том числе проведение аварийно-ямочного ремонта, заключили со спецорганизациями еще в декабре прошлого года. Благодаря этому, как только позволили погодные условия, стартовал данный вид ремонта. До конца марта планируется отремонтировать более 11 тысяч квадратных метров. Основная работа идет ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но там, где требуется немедленное вмешательство, ликвидируют ямы и днем. Ремонтные организации и асфальтовые заводы к работе подготовились заранее. Пока температура воздуха не упала ниже 10 градусов литым асфальтно-бетонным смесью, работать можно. К сожалению, в связи с тем, что у нас как раз очень долгий период стояла низкие температуры, хотя и предприятия, и завод по изготовлению асфальта готовы были составлять продукцию работать, данная работа не делала, потому что технология не позволяет нормально это сделать. То есть пока у нас нет интенсивных осадков, температура не ниже минус 10, мы будем работать. Отметим, аварийно-ямочный ремонт выполняет лишь поддерживающие функции и проводится до наступления дорожно-строительного сезона, когда и начинаются основные виды ремонтных работ – малыми и большими картами, комплексно, капитально, в том числе по нацпроекту, безопасные и качественные автомобильные дороги. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.